Всего два с половиной часа назад этот борт оторвался от земли в столице Крыма, Симферополе. И вот он уже заруливает на перрон Брянской воздушной гавани. Самолет доставил в Брянск 65 пассажиров. Обратно в Крым на нем вылетело 77 человек. Это довольно хорошая загрузка для первого рейса. Полеты выполняются на самолетах сухой суперджет вместимостью 100 мест. Это очень сильно позволяет сократить время в пути. Я думаю, что это достаточно комфортный вид передвижения и транспорт просто отличный. Когда у нас есть прямые рейсы, два часа и, собственно, на берегу моря. Самолет дозаправили в нашем аэропорту. Авиакомпаниям это выгодно, поскольку цена на топливо у нас одна из самых низких в Центральном федеральном округе. Вылеты в Симферополь будут осуществляться два раза в неделю, во вторник и в субботу. Время в пути составит порядка двух с половиной часов. За авиацией и будущее все это прекрасно понимают. И отказываются от поездок на автобусах, на железнодорожном транспорте. И все ближе к авиации. Поэтому аэропорт жив, живет и будет жить и развиваться. Сейчас из нашей воздушной гавани можно улететь по 11 направлениям. Две недели назад из областного центра начались полеты в Калининград. Идут переговоры об открытии рейса в Минск. Все чаще услугами Брянской авиагавани пользуются жители соседних областей. В Орле нет аэропорта, все едут сюда. В Смоленске нет, едут к нам. Также белорусы на своем личном транспорте пересекают границу, приезжают в Брянск, оставляют машины и улетают самолетами. В этом году Международный аэропорт Брянск планирует перевезти более 120 тысяч пассажиров. Судя по раскупаемости билетов, амбициозная задача более чем выполнимая. Артемий Маркелов, Анатолий Чикрыгин. События. Брянский район.